Что я делаю сегодня? Чем мое христианство сегодня? Как оно выражается? Но мы неосознанно высвобождаем какой-то панический страх. Он говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Если ты возрожденный христианин, я не верю, что Дух Святой не бросает тебе сегодня вызов. Я построил для Господа трон. Такое название. Знаете, это не какой-то маркетинговый ход. Правда, когда я скидывал проповеди, мы размышляли. И, я думаю, очень важно, чтобы на троне моего сердца не только сегодня, но и всегда было место самое почетное, самое важное, самое отведенное, главное для нашего Господа Иисуса Христа. Аминь, Церковь. Когда Господь сидит на троне моего сердца, тогда в моей жизни есть Его божественный порядок. И это правда. Я бы сегодня хотел начать с текста Исаии, 6 глава, с 8 стиха. Очень всем известный текст. Звучит он так. «И услышал я голос Господа, говорившего ко мне, Кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, Вот я, пошли меня. И сказал он, Пойди, и скажи этому народу, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете, и не увидите». Знаете, этот текст начинается «И услышал я голос Господа». И услышал я голос Господа. И я понимаю, как важно нам среди всех голосов, которые вообще звучат вокруг моем разуме, в моем сердце, то, что говорил тут нам Семен Юрьевич, мимо кого проходила новость. Новости просто, ну, они заставляют напрягаться, они заставляют как-то думать, они вводят смятение на самом деле. Но важно среди всех этих голосов слышать голос Господа. Исайя услышал его. Он говорит, и услышал я голос Господа. Знаете, и дальше Бог говорит, Он говорит, «Скажи, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил». И знаете, как правило, почему-то на этом моменте цитирование этого отрезка часто заканчивается, но я немножко дальше прошел, и я читаю, и диалог продолжается у Исайи. Он говорит, и сказал я, надолго ли, Господи? Надолго ли люди будут с закрытыми глазами, с закрытыми ушами, с ожесточенным сердцем? Надолго ли? И Он сказал, доколе не опустеют города и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля это совсем не опустеет. Такой ответ от Господа, который заставляет очень сильно задуматься. Я понимаю, что мы сегодня с тобой, как церковь, мы слышим голос Духа Святого. Сегодня наши глаза и уши открыты. Сегодня наше сердце не ожесточено. Сегодня у нас есть эта привилегия и, возможно, и, на мой взгляд, это то время. Очень, очень похоже, мы не можем не видеть этого сегодня, потому что на самом деле города пустеют, на самом деле не остается жителей. Это происходит сегодня в наше время, и мы не можем, как церковь, этого просто не видеть, этого просто не замечать. И я думаю, что церкви нужно, может быть, пересмотреть некоторые взгляды свои сегодня на свой образ жизни, на то, куда мы движемся. Я не в плане того, что мы что-то делаем не так, или у нас плохо все, или мы там делаем неугодное Господу, но так важно слышать именно сегодня, что Дух Святой говорит, говорит к народу Божьему, куда сегодня Бог призывает нас. Возможно, нам что-то нужно, видно, изменить. Возможно, нам нужно начать какое-то новое служение. Нам нужно реагировать, дорогие. Кто меня понимает, о чем я говорю? Просто события в мире, понимаете, не может быть так, что мы с вами, ну вот как жили, так и жили. Вот что-то происходит, а мы не касаемся, мы дети царства. Но мы дети царства, именно поэтому нас все касается. Именно поэтому мы здесь светим с тобой. Именно поэтому мы являемся солью земли. И именно поэтому нам надо быть чуткими к Духу Святому. И, может быть, перефокусироваться, просто навести резкость в каких-то других определенных моментах. Для этого, конечно, важно слышать голос Духа Святого. Очень важно, чтобы наши глаза и уши духовные, они оставались открытыми. Мы разговаривали с пастором Евгением, и как-то по-новому мы с ним просто в разговоре вспомнили ролик Рейха Бонки. Помните про корабль, ролик? Кто смотрел его? Не получилось вывести на экран, показать. Ну помните, да, когда лайнер такой классный плывет, люди отдыхают, христиане, вечер, там у них палуба, столы накрыты, музычка. Все так хорошо, и вдруг оповещение, что рядом идет просто катастрофа, другой корабль тонет, и нужно помочь, нужно спустить шлюпки, нужно прямо сейчас реагировать, прямо сейчас, потому что вода холодная, люди гибнут. И там история такая, что совсем немного, совсем немного людей, они кинулись в это, они начали спасать. А некоторые сказали, это не наше дело, а некоторые дальше продолжали праздновать, как будто бы ничего вообще не происходит. Мы не можем с тобой просто продолжать жизнь, свою жизнь, когда рядом мы понимаем, кто-то уходит просто туда, где идут боевые действия, он, возможно, не вернется. Он просто рядом, это вокруг нас, эти матеря, которые остаются здесь, есть жены их, дети их, этих людей, они остаются сегодня здесь, они реально потеряны. И тому свидетельство Духа Святого, это Его действие, это не мы что-то новое, правда, выучила команда что-то новое, какую-то проповедь, Евангелие, поехало, и как-то по-особенному мы в Иетерь преподнесли на этом пункте сбора. Это полный абсурд. Ничего нового там никто не говорит, никакой новой заученной молитвы там не звучит, но там сегодня есть действие Духа Святого в сердцах людей. Скажите, аминь на это, это наш Бог, потому что мы остались те же, с нами ничего не поменялось. У нас что-то с сердцем происходит, с Господом в отношениях, и мы идем просто туда, мы послушны, и Бог действует там, и Бог использует, использует очень мощно. И, знаете, в это непростое время, на самом деле, очень много людей в мире вообще в принципе сегодня, которые организуются, которые не безучастны к этой проблеме. Люди собирают вещи, люди собирают финансы, люди всячески помогают. Люди, знаете, как где-то на подрыве, ну я сам знаю, видел людей, я их не знаю, но я их видел. Я слышал разговоры за кассами, когда люди накупают в магазине и говорят о том, что вот эти продукты, они повезут, значит, ну на пункт сбора помощи. То есть люди открыты, люди открыты, помогать люди не безучастны. Я все это понимаю, это вообще круто, это классно, но послушайте, дорогая церковь, никто из них не принесет Евангелие освобождения. Никто из них в магните или в пятерочке не купит отношения с Господом Иисусом Христом, чтобы их передать этому миру. Никто из них просто не в состоянии это сделать. Ни у кого нет этой власти, ни у кого нет этой свежести в Духе Святом, ни у кого нет этого дерзновения расточить эту жизнь, которую дал ему Бог. Это время, свои финансы, свое время на то, чтобы проповедовать Евангелие. Это привилегия церкви. Аминь. Спасибо. Молодежь, аминь. Аминь. Это наша с тобой привилегия. Это то, что Господь доверил тебе и мне. Почему? Знаете, во 2 Петра написано, как от божественной силы Его, прям 1 глава 3 стих, «От божественной силы Его дарон нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделались причастниками божественного естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Апостол говорит, что мы с тобой уже отделены для Господа. Он говорит о том, что у Него для нас все есть. Он уже дал нам все потребное для жизни и благочестия. Мы с тобой уже очищены Его словом. Мы очищены Его словом. Церковь. Аминь. Мы отделены от растления грехом. Мы понимаем. Мы противостоим этим вещам. И мы с тобой имеем это все благодаря только жертве Иисуса Христа и своей личной вере в эту жертву. То, что Бог выкупил нас. Бог очистил нас. Бог осветил нас. Иисус, слава Тебе. Знаете, и дальше апостол говорит, то вы, имея все это, прилагая всему все старания, и Он говорит, покажите в вере вашей добродетель, в добродетель и рассудительность. Я не буду читать дальше этот текст, потому что то, на чем мне хотелось бы заострить внимание, Он говорит о том, что вот вы поверили в Иисуса Христа, и теперь вот в этой вере, в вере в то Евангелие, в этой вере покажите свои добрые дела. Не просто добрые дела ради добрых дел, не просто гуманитарная помощь, а добрые дела, которые касаются твоей личной веры. И поэтому каждому из нас надо ответить сегодня на этот вопрос, потому что он действительно, я думаю, что он очень важный. Что я делаю сегодня? Вот чем я занят сегодня? Чем мое христианство сегодня? Как оно выражается? Вот моя реальная жизнь сегодня, в этом есть вера в Иисуса Христа, в этом реально есть Евангелие. Знаете, не просто что-то абстрактное, не просто косвенно касающееся, реальное Евангелие. Сегодня я это делаю ради Евангелия, ради веры в Иисуса Христа или нет. Почему? Потому что, помните, хотел сказать апостол Евгений, пастор Евгений, шучу, но хоть маленько с вами поулыбаться. Пастор Евгений проповедовал про добрые дела с Галатом, помните? То есть, да? Да не унываем. Кто помнит проповедь? Пожнем, если не ослабеем. И апостол Павел, он прям, вот в этом же, он чуть дальше, когда он все это сказал, он говорит, знаете, что он дальше говорит? Галатом 6, та же глава, 12 стих, чуть ниже. И он потом поворачивается, как будто и говорит, а желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гоненными за крест Христов, простите. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвастаться в вашей плоти. А потом он говорит, а я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни обрезание, а новое тварь, а новое творение. Друзья, тут вообще, то, откуда взялась проповедь это слово, я верю, что Дух Святой прям, ну вот как-то заговорил со мной, и он заговорил со мной о таком моменте, как, знаете, что церковь, она атакована определенным духом. Этот дух, он, знаете, какой, как, мы как люди, но вот я рожденный в другой стране, стране СССР, есть такие еще среди нас, вот есть, мы есть рожденные в этой стране, там мы знаем, какие были обстоятельства, и сегодня вот этот дух атакует через вот этот страх, когда мы жили в стране, где есть культ личности, где есть идолопоклонство этому, где мы как бы сформировались, а потом пришло время благодати Божией, пришло время, когда пришла освободительная весть, вот эта весть евангельства о жертве Иисуса Христа, мы с тобой приняли ее, и мы как бы, и мы жили, и все хорошо, и аллилуйя, и время благоденствия. Знаете, следующее поколение, оно родилось уже в другой стране, и особенно дети, которые родились уже в церкви, которые уже вот в малом возрасте родители уверовали, они уже большие у нас, и Дух Святой, я верю, что Он обостряет мое внимание или обострил на этом, о том, что мы неосознанно, но мы неосознанно высвобождаем какой-то панический страх какому-то режиму, какому-то действию, то есть мы как бы, мы сформированы немножко в другом, и это вроде бы не имеет никакой сложности, потому что мы с тобой знаем, как этому противостоять, но у нас есть вот этот контраст, того времени, потом времени освобождения Евангелия, этого времени, знаете только, чего мы не можем не видеть, и на чем обострено мое внимание, наши дети, они не знают этого контраста, и они, они видят нас, и они духовно могут, как сказать, как нацеплять что-то через это, что мы даже можем не видеть, то, что у нас, кажется, нам естественно происходит, ну, помандражировали, ну, коленки там потряслись, ну, там что-то нас там тряхануло где-то, и мы можем позволить, я не говорю, что это факт, я говорю, что это просто в мое сердце, я верю, что это Дух Святой, потому что отсюда я начал размышлять, именно здесь этот текст, апостол Павел говорит, о добрых делах, не им паче своим, поверь, а потом резко переходит, и он говорит, есть люди, которые как бы не готовы страдать за крест Христов, он говорит, эти люди, они раз и поворачивают нас каким-то, вот знаете, традиционно правильным делам, каким-то, ну, вот шаблонно-квадратным, что вот, да тебе что тут, зачем тебе это надо, вот, вот, вот это, вот и все, и они не готовы, а потом хвалятся вами, говорят, вот, ну, я не один такой, вот такие, хотя сами этого не соблюдают, он говорит, а я буду, говорит, хвалиться, Господом Иисусом Христом и Его Крестом, и во 2 Коринфянам написано в 3 главе, Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода, мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа, Аллилуйя, а мы с тобой новое творение, а наша жизнь, она должна преображаться, когда мы глядим с вами на совершителя жизни, на Иисуса, когда мы смотрим на то, как Он говорил, что Он делал, что Он делает сегодня, мы как бы понимаем, Дух Святой открывает, если наши глаза и уши остаются открытыми, если мы не ослеплены какой-то паникой, какой-то потерей, как говорили сегодня уже, чего-то либо пообретать, либо всего продать, хорошо, если ты говоришь Дух Святой, нет проблем никаких, но лишь бы это не было движимо страхом, лишь бы это не было движимо паникой, неразберихой, или еще чем-то. Знаете, Иисус достаточно много примеров приводил, ну, на мой взгляд, но когда я начал изучать, оказалось, их не так много. Есть учение Иисуса Христа, в этом учении о Царстве Божьем Иисус несколько раз учит о том, что и говорит, вернее, Он говорит, имеющий уши слышать, да слышит. Он говорит это не каждый раз, но Он говорит это, и Он говорит это в разных моментах своей жизни здесь на земле, Он касается их. Я думаю, что нам сегодня, как Церкви, очень важно сакцентироваться на этих моментах, потому что именно там Иисус говорит, если у вас есть ушки, если у вас есть уши, в этих сферах вы будете слушать и понимать. Первый пример от Иисуса, записан в Матфея 13 главе, который я хочу привести, это пример, когда Он вышел и у моря и начал проповедовать. К нему собралось множество народов и прямо с первого стиха Он получал их притчами и Он начинает рассказывать первую притчу о сельском хозяйстве, о том, как сеять зерно. Помните, когда сел, упало при дороге, второе на каменистую, зашло солнце у Виала, на терни, а иное на добрую, и Он говорит, имеет уши слышать, да слышит. А что тут слышать? Много раз уже говорили с вами об этом, ну что тут слушать Иисус? Как бы, ты же говоришь о сельском хозяйстве, все же так понятно, вот, вот, вот и вот, но чуть ниже. И ученики, когда задали Ему вопрос, Иисус говорит такие вещи, уже 16-17 стих, Он говорит, ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Драгоценные, я смею вас уверить, что кроме церкви, никто, наверное, не в состоянии сегодня увидеть вот эту благодатную почву на этих мобилизационных пунктах. Ну, если у нас открыты глаза, если у нас открыты уши, 40 человек в один день за короткое время, 3 часа, покаялись. Давайте вдумаемся, когда мы такой раз последний с вами видели покаяние. Но давайте подумаем об этом. Он говорит, имеющий уши слышит, да слышит. Если ты возрожденный христианин, я не верю, что Дух Святой не бросает тебе сегодня вызов. Ты можешь сколько угодно как-то себе объяснить что-то, что, ну, там где-то кто-то, а я как бы и не хочу. Как не хочу? Если Иисус говорит, что посмотрите, жатва созрела, посмотрите, жатва созрела, он говорит, кто имеет уши слышит, да слышит. Он открывает всякое слово. Всякое слово. Он говорит, многие пророки и праведники желали, желали, но без него невозможно понять, без Духа Святого невозможно понять ни времени, ни обстоятельства, в которые ты и я погружены сегодня. Но никто не способен от того увидеть, церковь, что это время благоприятное для жатвы, что Бог в этом двигается. Люди смотрят, какой Бог, о чем речь, все ужасно, все так плохо, но церковь Божья, она способна это увидеть и распознать. Второй урок Иисус дает Матфея в 11 главе. Помните, Иоанн Креститель засомневался, будучи в темнице, арестованный. Он засомневался, послал к Иисусу, говорит, вы там все-таки узнаете, он тот ли он или не тот. Ну, Иисус ему ответил, отослал, потом поворачивается к своим и говорит, что ходили вы смотреть? То есть тут же происходит вот это действие, Иоанн засомневался, люди, которые крестились у Иоанна, вот они тут с Иисусом, он засомневался, Иисус поворачивается и говорит им, что ходить смотрели вы, человека, одеты в мягкие одежды, такие, находятся в чертогах царских, что смотреть ходили вы, пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобой, а дальше он говорит, всем известные слова, мы с вами так любим их, написано, истинно говорю вам, отрожденный женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его, одни же и на Крестителя до ныне Царство Небесное с силой берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон пролекли до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илия, к которому должно прийти, и потом он говорит, то имеет уши слышать, да слышит, он говорит, три вещи здесь, он говорит, если ты рожденный, то ты больше Иоанна, потому что рожденный заново, он рожденный в Царство, он рожденный в Царство, он говорит о том, что нам нужно прилагать усилия, потому что употребляющие усилия восхищают это Небесное Царство, нам нужно встать, пойти, нам нужно начать что-то делать, нам нужно отказаться от каких-то своих планов, от каких-то своих представлений, возможно, переформатировать свою флешку. Нам нужно что-то начинать делать, прилагать усилия, чтобы восхитить это царство. Третье, что он говорит, потрясающая вещь, которую я увидел. Он говорит, если хотите принять. Знаете, оказывается, надо еще хотеть принять. Сидит кто-то рядом, он принимает такое уже. Ну все, когда это собрание закончится, я сейчас уже поеду туда. А кто-то не хочет принять, понимаете, вот это желание. Он говорит, если хотите принять. А что он говорит? Он говорит, что это Илия вообще. Это Илия вообще. Он пришел в духе Илии. Поэтому ты и я, мы в одном духе. Мы рожденные заново. Церковь, она в одном духе, она в духе святом двигается. Поэтому у тебя тот же дух, у тебя тоже Евангелие. Тебе не надо смущаться. Тебе не надо думать, что у тебя не получится. Тебе не надо представлять, а что ты скажешь. Тебе нужно просто взять свое тело и доставить до определенного места. Там, где хочет тебя видеть Бог, если Он делает тебе вызов сегодня. Знаете, третий урок Иисус говорит в 13 главе 37 тоже стих. Помните притчу о посеянных плевелах, когда пшеницу посеяли. А подрешел враг человеческих и посеял плевела. Иисус употребляет это выражение там. И Он говорит. Он же сказал им в ответ. Уже когда им просят истолковать эту притчу. Все еще доброе семя, есть сын человеческий, поле, мир, доброе семя, сыны царства, плевел и сыны лукавого. Враг посеявших есть дьявол, а жатва есть кончинена века. Жнецы суть ангелы. И потом Он говорит. Как собирают, плевел и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий, ангелов своих соберут из царства его все соблазны, делающие беззаконие. Вернут в печь огненную, там будет плач и скрежет жибов. Тогда праведники воссияют, как солнце. В царстве Отца их, кто имеет уши слышит, дослышит. Иисус говорит, что послушай, первое, нам не надо друг друга, ну как сказать, переправлять, переделывать. Мы не можем переделывать друг друга. Мы можем исправлять, мы можем наставлять, но работает Бог сердцем человека. И Он говорит, что среди народа Божьего будут люди, плевелы, там, если изучить немножко истории, они практически не отличаются от зерна, у них цвет другой. Их вообще там вручную даже перебирали, потому что, когда ты их скушаешь, у тебя есть сонливость, у тебя есть недомогание, они прямо, ну как отрава, они как отрава для народа Божьего. И Он говорит, это дело Божье. Они вроде как растут рядом, это все происходит. Он говорит, но эти люди, на мой взгляд, это люди, которые логические просто. Это люди, которые пытаются оттолкнуться от какого-то, я не знаю, просто своего человеческой позиции какой-то. И пытаются это пронести в Царство Божие и сеять это. Говорить, что вот это правильно, неправильно, вот эти суждения, как будто, знаете, они тоже там имеют большую роль в большой политике, послушаешь таких людей. Или еще что-то. То есть они как бы в Царстве Божьем говорят мне о Царстве Божьем. И надо видеть этих людей, надо понимать, что мы с тобой призваны к другому, нам не надо вести против них прям вот какую-то агрессивную вражду, как-то вот что-то. Не надо, нам надо просто заниматься тем, что призывает нас делать Бог. Нам надо иметь открытые глаза и уши. И нам очень трудно отличить, понимаете, эта притча говорит о том, что очень трудно отличить, кто находится в Царстве Божьем или кто не находится. Как мы с тобой это увидим или поймем? Потому что человек может казаться хорошим, а на самом деле быть плохим, правда? Или казаться плохим, а на самом деле быть хорошим. Ну, так бывает, поведение человека вот само по себе, оно как бы о многом говорит, но не все нам с тобой. Мы не можем вынести вердикт, мы не можем поставить с тобой точку, мы с тобой к этому не призваны. Иисус говорит, имея уши слышать, дослышать, просто занимайтесь своими делами, понимайте, что так есть. Понимайте, что это нормально. Понимайте, что есть враг душ человеческих. Потом Иисус, знаете, говорит о том, что о талантах. Помните таланты? Вот Иисус одному дал, другому дал, третьему дал. В 25 главе Матфея он говорит о том, что господин принес ему талант, зарыл, откопал, принес, отдал. И он ему говорит, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сел, собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью. Итак, возьмите у него таланты, дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет и зубов. Сказав всё, Иисус возгласил, кто имеет уши, слышит, дослышит. Знаете, нам нужно развивать именно личные отношения с Иисусом Христом. Потому что кто имеет, кому дано будет. Это не забитая религиозная фраза, это реальность. Тебе нужно просто обратить внимание, сколько времени ты проводишь в личной молитве с Господом. Вообще, Анна, есть у тебя на протяжении всего дня вот эти размышления с Духом Святым? Сколько времени ты проводишь в Слове Божьем? Ты развиваешь, ты культивируешь внутри себя эти личные отношения или нет? Это как игра на гитаре. Вот Никита Бобров учится играть на гитаре. Я не знаю, сейчас уже учится или нет. Нет, уже говорят, не учится. Ну ладно, вот он не учится. Знаете, вот давайте, простите, что я Никиту привел в пример. Ну, любой ребенок, я там, я не знаю. Лучше я, давайте я. Смотрите, чтобы проповедовать здесь, помните историю однажды, когда я собирался на миссию, я купил билеты, и наш драгоценный пастор Виталий пригласил меня. Ну, я приехал за ободрением такой. Ну, думаю, ну все, сейчас все. Он меня наставит, и я полечу. А он, значит, садится. Он говорит, у меня времени так немного, поэтому я тебе, наверное, сразу скажу. Он говорит, в общем, Вася, ты говоришь так, что я ничего не понимаю. Ну, совершенно, ты все слова сжуешь, поэтому тебе надо гимнастикой начать заниматься. Там у нас сестры есть в церкви, поэтому давай. Вот начинай заниматься гимнастикой, я через две недели поговорю с тобой, призовешь, я посмотрю, как ты призываешь, и поедешь. Ну, у меня разные чувства были, суть не в этом. Я смирился, я начал заниматься над этой гимнастикой, и перед каждой проповедью я занимаюсь гимнастикой губ специальной, чтобы не съедать, стараться слова. Так вот, у меня есть прогресс. Я думаю, если бы я этого не сделал, то моя верхняя губа, от того, что у меня не было зубов, простите за подробности, и я все время прятал свою улыбку, ну, лет за 15-20, она как бы закостенела, понимаете? Она никак не хотела улыбаться, она никак ничего не хотела делать. Поэтому здесь то же самое. Если мы не развиваем тот талант, если мы в Царстве Божьем не употребляем те способности, которые Дух Святой, те дары и таланты вложил в вас, если мы не практикуем просто проповедь Евангелия, если мы не соприкасаемся с людьми на улице, почему ты берешь человека, который постоянно ездит, у него вообще нету этого, ну, какого-то барьера, комплекса, подойти просто, о, привет, слушай, я тут тебе об Иисусе хочу рассказать, знаешь, он такой классный, и он начинает рассказывать, и ты такой приехал, ну, знаете, как это, перед прыжком в ледяную воду, взад-вперед ходишь, Господи, ну, помоги, Господи, давай, сейчас я, хухай, сейчас, Господи, еще немножко, ну, кто понимает, или один, о, классно, спасибо, драгоценный. Понимаете, нужно практиковать, Иисус говорит, у кого есть, тому еще прибавится, не надо ничего бояться, нужно просто двигаться в этом направлении. Знаете, следующее, о чем говорит Иисус, вообще мне нравится читать, вообще размышлять над тем, что говорит сам Иисус. Это всегда актуально, аминь. Это вообще никогда не перестанет быть актуальным, и в вечности это будет самым актуальным. Иисус, написано, Марка 7,14, написано, и призвал народ, говорит им, слушайте меня все и разумеете, а народ-то призвал он не просто так. Там ситуация с фарисеями была, ученики кушали, знаете, эти немытыми руками, там пшеницу они кушали немытыми руками, вообще, когда делали то, что нельзя делать в субботу. Интересная реакция Иисуса, она меня просто потрясла. Знаете, вот Иисус не как-то там, ну, решил вот что-то сказать, а что Он решил сказать, мы сейчас с вами услышим. Он не просто что-то, Он решил сказать вещь, которая вообще переворачивает сознание иудеев полностью, вообще просто замыкает. Так мало этого, ладно бы им сказал, Иисус этого не делает, написано так, что призвав весь народ, говорит им, слушайте меня и разумейте. Ничто, входящее в человека изне, не может осквернить его. Что исходит из него, то оскверняет человека, если кто имеет уши слышать, и слышит. Каждый христианин должен быть наполнен Духом Святым. Он должен размышлять, исполняться Духом Святым, чтобы через него действовал реально Бог. То, что выходит, может осквернить. Когда из нас выходит Слово Божье, когда из нас выходит Евангелие, помазание Духа Святого. Не в каком-то где-то там помазании, которое там, значит, сейчас Бог как-то помажет. Нет. От того, что ты прилагаешь усилия, ты ревнуешься о Царстве Божьем, ты молишься об этих людях, ты хочешь туда пойти, то из тебя текут эти реки, воды живой, как написано. И он говорил это в контексте того, представляете, когда тут стоят фарисеи, у которых целый список, 11 глава левитов о нечистом. Они закоренелы в этом. Для них это просто замыкание. То есть это одно из того, что они вообще по сей день не могут вместить. По сей день. Это является камнем преткновения. То есть по сей день. О чем он говорит? Он говорит о том, что они даже не думали таким образом, что так может быть. Понимаете? Поэтому нам с тобой тоже, знаете, у нас свои традиции, у нас там свои устои, у нас там своя сложившаяся атмосфера, не знаю, богослужения, какое-то действие. И может быть Дух Святой тебе сделает какой-то особенный вызов сегодня. Или делает прямо сейчас, я не знаю. Знаете, надо поставить это на самом деле приоритетом, голос Духа Святого в нашей жизни. Это очень важно. Просто для меня это, ну, это катастрофически важно сегодня. Это непростое время. Я такой же, как и вы. Я ничем не отличаюсь. У меня столько мыслей. Я могу, ну, говорить одно. Я не знаю, когда пройдет сама ситуация, будет видно, как я поступлю. Я просто прошу, по крайней мере, у Духа Святого, чтобы Он мне дал быть верным, чтобы Он сохранил меня, оставил мне это дерзновение говорить Евангелие на всяком месте. Вот это желание идти проповедовать, вот эту боль и печаль о спасенных, боли погибающих, боли родственников, боли о том, что у них нет этого ответа, у них нет этого выхода. Нам просто надо это увидеть. Последнее здесь, о чем говорит Иисус, это вообще во всех Евангелиях, я вам перечисляю просто все тексты, где это написано. Он говорит, что кто не отрешится всего, что имеет, не может быть учеником моим. Он говорит, соль хорошая вещь, но чем исправишь ее, если потеряет силы, ни в землю, ни в навоз не годится и выбрасывает вон. Иисус говорит, что нам нужно вот здесь реально, Он говорит, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Это происходит внутри каждого из нас. И вот здесь, я думаю, речь идет о том, чтобы нам сделать этот трон в своем сердце для Господа, отрешиться от всего. Это не просто физически подать, пойти, значит, раздать все. Это реальная готовность перед Богом вместе с Ним, если это надо, отказаться от всего. Я не знаю, как сегодня это звучит с кафедры, но я ясно понимаю, что речь идет именно об этом. Последний пример, который я хочу привести сегодня, он более-менее веселый, это пример апостола Павла. Мне очень нравится апостол Павел. В Деяниях есть история про него. Он вообще на судилище, его уже судят, и я прям прочитаю, не так много времени остается, но он заявляет, он речь толкает, он говорит, его судят, он говорит, но получив, 26 глава, 22 стих, но получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть, что Христос имел пострадать и восставать первым из мертвых, возвестить свет народу иудейскому, язычникам. Когда он так защищался, Фест, который обвинял, громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, перед которым я и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли царь Агриппа пророкам? А дальше мне очень нравится, он поворачивает, знаю, что веришь, потому что это слово Божье. Поворачивает, говорит, знаю, что веришь. Агриппа сказал, Павел, ты немного не убеждаешь меня стать, сделаться христианином. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделали такими, как я, кроме этих уст. Когда он сказал, это царь и правитель Вероника, и сидевшие с ним встали, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уст не делает. И сказал Агриппа Фесту. Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему решился правитель послать его кесарю. Знаешь, нам не надо доходить до этих уст, чтобы проповедовать Евангелие. Мы сегодня можем это делать. Реально. Постал Павел такое впечатление, что он вообще этого не замечает. И как будто в последний момент, заговорившись, Дух Святой ведет, он говорит, давайте, как и я. Он настолько наполнен внутри, что у него все в порядке, у него жизнь удалась, у него все замечательно. И он говорит, и вот вы, если бы вы только поняли, как мне классно сейчас, а потом как будто обращает внимание на эти наручники, ну, кроме типа вот этого. Потому что, я думаю, люди слушают, царь слушает, он говорит, знаю, веришь. Откуда такая уверенность? Потому что он говорит Слово Божье, потому что он говорит истину, потому что он говорит жизнь, высвобождая, среди этих людей. И его совершенно не интересует. А то, что его сейчас освободят, более того, он вообще этого не желает, потому что у него есть другое задание от Бога, потому что ему перед кесарем стоять надо. Он вообще другим сегодня увлечен, жизнью с Иисусом, который удостоил его какой-то чести. В его разум, в его сердце очень ясно сказать, в его открытые уши, куда ему идти. Он ясно понимает и видит, куда ему идти. Его сердце открыто к людям, которые вокруг него, несмотря на то, что это правители, несмотря на то, что это кто-то судит его сегодня. Интересно, он настолько захвачен волей Божьей, что его просто не остановить. И его никто не мог остановить. Знаете, я хочу вернуться к тесту, с которой я начал. С Исаи, когда Исаи размышлял с Богом, кого бы нам послать, и Бог говорит ему, что практически города будут стертые люди. И потом он, знаете, продолжает ему, говорит, удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней возвратиться, и она опять будет разорена. Дальше Бог говорит, но как от теравинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень них, так святое семя будет корнем ее. Во все времена это реальность. Дьявол пытается уничтожить церковь. Во все времена потрясения, убийства, аресты, мученики, обвинения, незаслуженные. Но во все времена церковь устояла. И Бог говорит, тогда в Ветхом Завете святое семя будет корнем ее. Я верю, что речь идет о нас с Тобой, речь идет о церкви. Это мы святое семя Иисуса Христа. Это мы с Тобой призваны возвещать Его чудный свет на всяком месте, где мы с Тобой не были. Когда читал, то я прочитал, знаете, одно выражение «Кровь мучеников в семе церкви». Это сказал Тертулиан, один из выдающихся раннехристианских писателей. Я так подумал, интересно. Интересно, мы о всяких благословениях можем думать, но не всегда о таких. Пока мы с Тобой будем хвалиться крестом Господа Иисуса Христа, церковь, это основание реально никто не сможет поколебать. Это реально. Пока мы хвалимся с Тобой в этой жизни крестом Господа Иисуса Христа, в том, что Он искупил нас от этой смерти, церковь будет непобедима во все времена. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok